Сегодня какое число? А там написано 25. Сегодня 25 августа 2018 года. Наши братья уехали на рыбалку, то есть в мордушке доставать с гальянами. И показывает весь процесс. Мы хотим дальше показать, что у нас происходит. То есть после того, как они принесут потом в гальянах, мы их часть чистим от кишков, а часть с кишками делаем. Это уж как Игнатьевич хочет. А потом я топлю русскую печь. Примерно полежков, наверное, 15 сжигаю в русской печи. Потом эти угли раскладываю. Она все это прожаривается еще. Эта задвижка, вот эту заслонку делаю. Вот она вот так вот. Она погрелась минут 15. Я убираю. То есть один раз всего закладку не убираю. Все угли все выгребаю вот сюда. Кружки все открываю и сюда все угли засыпаю. У меня было тесто заведенное, я еще лепешки стряпаю. А потом закладываю вот эти вот такие вот листы с гальянами. То есть я их заранее раскладываю по листам. Какие с кишками, какие без кишков. Вот. И вот такие вот они получаются у нас. Вот на сверху. Вот они. Хрустящие. То есть вот они. А на вкус как тебе? На вкус, ну сейчас я не буду сейчас показать. Не, ну вообще ты пробовал. На вкус мне понравилось. То есть я их с удовольствием мешал. Не закерчь с кишками, а без кишков мне понравилось. С кишками горьковато будет все. Может быть, да. Потому что там все-таки это лечит. Я вот без кишков делал, но Игнать, значит, я хочу, конечно, сказать. Ну ты специально для него как бы отдельно с кишками откладываешь. Да, да. Вот этого с кишками. Но она тоже так же подготовилась, потушилась. Да, она тоже потушилась. Я вчера думал, что это сложно. С кишками просто нет, она та же все высыхает. Вот это уже без кишков. Вот эти вот. Вот их видно. То есть вот эти пузырьчатые такие грибки, вот их видно. А это уже такие как бы сморщенные желудки у них. Вот они. Это без кишков. Все, вот я достаю. Сейчас еще достану. Вот. Еще один стик сейчас. Сейчас оберну деревянную лопаточку. Начинаю со скребания. Когда скребаешь, они летят. Стараюсь вот их придерживать. Так а ты не маслом ничего не смазываешь? Просто ловишь. Да, просто да. Листики потом, после того как скребу убираю, я сюда замачиваю, ну я покажу сейчас сейчас. Водой заливаю, чтобы они отмокли. Вот эти все. С пригарки. Я их раньше просто выливал вместе с пригарками с этими. А Игнат Тихонович увидел, сказал, что эти пригарки ему оставлять. Мешочек отдельно складываю. Поэтому я их сейчас складываю. Вот мне говядные сырые, вот такие вот, если их солить, они мне не нравятся. Какой-то вкус у них такой, ну вот, хоть и пруд есть пруд, где же не река проточная, которая. А вот именно вот такая сушеная, она очень вкусно получается. Тем более мы еще их солим. Я еще не сказал. Мы их засаливаем. То есть немножко солим насыпаем и перемешиваем. здесь еще главное солить делать. Соль слабо соленая такая. Ну, бывает, пересолю, но в основном стараюсь слабо соленая делать. Так, бывает. Ну, а сколько соли ты можешь показать? На лист ты уходишь. На лист я не могу показать. Последнее время. На лист сколько ты сыпешь соли? Как-то не могу. Я же не на лист, я же в чашке перемешиваю. А, в чашке перемешиваю. Да, полная чашка, например, вот этих гальянов. Примерно пол ложки соли. Столовой. Столовой, да. Вот он. Если побольше чашка, тогда полную сгорку уже кладу. Чашка побольше. Примерно вот такие вот. Пропорции. Это у нас с кишками. Ну, запах такой вкусный. Ну, да, да. Она и вкусная. Она без кишков. Я тебе не знаю. Это мы все запасаем на зиму. То есть зимой, чтобы в магазине не покупать рыбку, например, будем эту есть. Она будет всегда на обычной средке. Как-то мы в основном ничего не покупаем. Вот только рыбу. У меня родители путасу покупают для кошки. Рыба такая путасу. Да, да, да. Не путасу я брал. Но они что-то путасу не очень. Самый лучший это мой. Но мой его дороже, да? Дороже, да. Она сейчас уже под 160 что ли стоит. Не, а путасу где-то 70 рублей. Да, да, да. Селедка около 90 у нас тут стоит. Дороже, 90. Как-то цвет приятный, да? Угу. Золотистый. Да, золотистый. Как вяленый. Послушаем. Тут все зависит от сколько ты жару нажаришь. То есть, вот это я нашел головки в середину. Можно или сжечь, или они, или не допекутся. В духовке, если городской житель, я не знаю. Там уже он сам должен убирать температуру определенную. Так, как я говорю. Деревно, именно русская пища. Самый удобный вариант. Все, вот я сделал. Сейчас я беру два мешка. У нас в одном мешке с кишками, а в другом без кишков. Здесь вот с кишками, но здесь почему-то мало. Потому что недавно совсем Инатьев нашел решил с кишками их тушить. А раньше мы всю руку прочищали без кишков. Здесь вот без кишков. В большом. Да, в большом. Мешок тряпичный. Это сестры раньше, когда хлеб стряпали, когда здесь еще они были, которые приезжали к нам в гости сюда со своими детьми. Марина, да? Да, и видимо, хлеб, это мука немножко солодела, или как ее называют. Одним словом, хлеб быстро портится. Не А3, он уже внутри начинает закисать. Такой, липкий становится. И они что придумали? Нам им посоветовали в мешок, где-то, промочить солью и высушить. И они так сделали, и хлеб перестал портиться. То есть, более дольше хранится. Видимо, соль как-то обеззараживает. Но она сама по себе, конечно, такая есть. Вот, покажи, вот наше все богатство. Это они, гальянщики. Богатство. Это вот, как Игнать Ильич начал трудиться над гальянами, так у нас вот это прибыл. Он мордушку взял, деловую? Да, он мордушку очень хорошую взял. Потому что он даже сейчас вот на нашей мордушке маленький ловит, у него там почти ничего не получается. Ну, сейчас погода, просто погода сама по себе. В основном, такие, такие мордушки, он даже собирался их убирать, потому что где-то их толку в основном нету. То есть, там мало очень рыбы попадается. Леет те случаи, когда хорошего урожая. А в основном мало. Этот здесь вот с кишками. То есть, я его сюда высыпаю. Этот с кишков. Это я все сюда. Как правильно говорить? Без кишков или без кишок? Сколько она будет храниться, это я не знаю. То есть, у меня еще в этом опыте нет. Опыта нет. Сколько по времени может эта сушеная рыба храниться. Ну, если сухая атмосфера, то думаю... Да, сухая, плюс насекомые, чтобы никакие не попадали туда. Иначе они начнут там есть. Потому что, такая вот рыба, мы рыбой занялись, у нас мух почти не было все лето. Очень мало было. Только рыба начнет заниматься, сразу много этих мух появилось. Вон, вся лента. Ну, да, да. А до этого даже не вешали. Что там? Ну, я думаю, вот солью, то, что мешок пропитан, это от насекомых поможет. Да-да-да, может быть, но... Так, вот у меня без кишков. Без кишок или без кишков? Активно. У меня тройка была по-русски. Не, я тоже не знаю. Это бы Надежда Васина была бы здесь ласковая, но она бы сказала. Без кишок. Учитель все-таки. Так, это что у нас? С кишками. Сука. Один из плюсов того, что эта рыба бесплатно достается. То есть деньги не надо, какие платить. Ну, время, время только затрачивается. Ну, и материал там, тесто, масло. Мука. Мука, и даже он еще, что он там еще, халлу использовал, да? Нет, как это помешено в тесто, что ли? как доловишь, да? Прикормка-то. Для привкуса, если халлобита нету, тогда не надо. Он же сейчас показывал, а у меня там нет. Все. Это я все. Вот эти клавиши. Вот у меня завязки специальные. Вот они вот так вот завязываются. Для того, чтобы подвешивать можно было. то есть замкнутый круг. Небольшая завязка. Если позволяет здоровое, можно вдвойне сделать. Лучше будет. Чтобы меньше будет. Несок резаться. Видишь? Дверь. Одну в одну вставляется. И все. Вот оно все. Звук он будет. Также этот несок. Чуть мышцы посередине. Очень, конечно, тряпичный. Вот такие. Ну, у нас его нет пока. Надо нам надо. Все. Все. Ну, надо дышать. Видишь, какие рисунки остаются. Посмотрим. Вот у нас заготовки. В этом году много было малины. Малины много наготовили в банах. Много яблок у нас получается. Несколько яблок. Три или четыре яблок у нас. Сюда вот я подвешиваю. Недоступно для мышей. Это у нас сухари. Хлеба, когда много оставалось, часть мы его сушили. Получились сухари. Ну, вот так вот. В принципе, это у нас насушеная липа. Листья от липа очень самозначает. Вкусно. Ну, да, хорош. Ну, я липу с чабрецом смешу. Да, тем более горят полезно. Полезно. Такой вот процесс. Это я все заливаю сейчас и у меня стоит замачиваться длинный. Около часа. Около часа. Я не знаю, вроде как можно было бы и не мыть их вообще, но я думаю, что надо лучше мыть, потому что она же все потом накапливается. Ну, конечно, второй раз-то уже это будет хуже-хуже. Перегоревшее все будет. Испортишь просто все. Безусловно, надо чистить. Вот такой у нас процесс, который окончательно по сушке. А потом может Игнать, повезет туда в Барнауск общим и зимой. Можно даже поделиться с этими гальянами. Спасибо. Как желательно. Все? Слава Богу за все. Ролевое. О, на икону уже закончить. Принеси. 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 Продолжение следует...